В нашем регионе огромное количество талантливых изобретателей и рационализаторов, но в настоящее время они не объединены в какое-либо профессиональное сообщество или организацию. Именно поэтому состоялось совещание, на котором главный вопрос стоял о воссоздании деятельности Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов на территории Ульяновской области. Им всегда есть о чем рассказать друг другу. Кроме того, с общественной организацией будут более считаться и непосредственно органы исполнительной власти и предприятия. Мы надеемся, что в этой организации мы сможем полноценно обеспечить трансфер технологий для того, чтобы наши изобретатели работали не ради изобретений, не ради удовлетворения своего любопытства, а для экономики Ульяновской области. Ежегодно в регионе количество открытий и изобретений достигает несколько сотен. Однако, как считают сами изобретатели, этого недостаточно для экономики региона. И для того, чтобы наладить постоянную и продуктивную работу, необходимо создание региональной организации изобретателей и рационализаторов. Это позволит реализовать тысячи накопившихся результатов интеллектуальной деятельности. Мы не научились на них зарабатывать. Вот задача такая – помочь в том числе тем, кто эти идеи генерирует, научиться зарабатывать деньги. Это, я так думаю, одна из сегодня основных задач, потому что в приоритетах у нас состоит и социальное, и экономическое развитие. После всех обсуждений было подписано соглашение с правительством Ульяновской области о создании Ульяновского отделения Всероссийского общества изобретателей. Подписанное сегодня соглашение даст нам возможность тому, чтобы Ульяновская область достаточно активно продолжала заниматься изобретательской, рационализаторской деятельностью на территории нашей страны и радовала нас своими замечательными успехами. Теперь сообщество объединит в единое целое уже не только изобретателей, но и инженеров, предпринимателей, научных сотрудников, вузов. Лучшие умы смогут создавать как индивидуальные, так и совместные проекты, которые, возможно, войдут в историю науки региона, а может и целой страны. Кристина Жакот, Данил Сурков, новости Ульяновской правды.